Здравствуйте! Сегодня я поделюсь секретом, как сделать радиусный экран для ванны для облицовки его мозаика без особого гемора, штукатурок и вытягиваний. Смотрим. Материал, из которого будет изготавливаться экран, это блоки. Нам нужно будет сделать стенку из блоков и учесть толщину самого покрытия, в данном случае мозаика у нас будет 9 мм, и отступить его от борта ванны. Как это сделать? Разметку осуществляем таким образом. Выставляем лазерный нивелир по краю ванны и отступаем какое-то расстояние на толщину покрытия. Также смещаем лазер на эту толщину и с помощью рулетки сможем определить расстояние от борта ванны до края по плоскости, на которую будет укладываться сама мозаика с учетом клея. И сможем лишний материал от блока отпилить. Далее. Но суть не в этом. То есть это, думаю, разберется каждый. А как разметить так, чтобы потом сделать радиусный угол? Мы не нарезаем никакими полосками блок. Мы берем сам блок шириной 25 см, слева-справа у нас метки на ширину блока и крестики отмечены, крестиками отмечены края борта ванны. Вот. И так как у нас радиус, вот видим, лазер попадает на краешек ванны. Вот. И так как у нас ванна радиусная, левая, то есть у нее уже будут эти крестики не в плоскости. И как выстроить блок так, чтобы потом не было... Как выстроить блок так, чтобы потом существовать облицовку. Для этого мы берем центральную точку по центру блока за чистовую и от нее отступаем на толщину самого покрытия. И проводим линию параллельную правой и левой точки. То есть на одинаковом отдалении от левой и правой точки. Тем самым делаем такую же разметку на остальных местах. Вот. Суть в чем? То есть у нас получается, левая и правая точка будут выступать за края борта. То есть центральная часть блока у нас должна уже быть сформирована таким образом, что у нас будет мозаика с слоем клея уже ложится на центральную часть блока. Подготавливаем таким образом блоки. Подрезаем их, чтобы они не касались блока. Оставляем зазор небольшой, миллиметров 5, ну 5-5 до сантиметра на пену. Наносим пену на борта, либо на блоки, как удобно. Ожидаем какое-то время, чтобы вот такая стала пена тянучая, клейкая. И заводим блоки в ванну и устанавливаем их по уровню. Сверху блоки подклиниваем, чтобы пена, которая на борту, не поддавила нам уровень. И подклиниваем на толщину нужную нам мазаки. Клинию можно подфиксировать саморезами, так как вначале они просто повыптали, так как при коррекции блоков. И монтируем таким образом весь экран. Первые два блока были у нас ровный участок ванны, далее будет уже радиусный. Поэтому также наносим пену на все возможные примыкания. Видим слева с правого блока уже часть материала снята с газосиликата, чтобы не касаться борту. То есть центральная часть у нас будет опорой. То есть мы будем по ней мерить на толщину мозаики с клеем от центральной части блока. И устанавливать ее таким образом. То есть уже поворотные блоки будут выступать за соседние углы блока будут выступать. Это не страшно, меряем. Нам нужна только центральная часть, поэтому вставляем блок по центру, на толщину мозаику, только от центральной части блока. Слева справа уже будет плиточка выступать. Ориентируем все на центральную часть, не учитывая лево-право. Также монтируем остальные блоки. Все, вот смонтированы у нас экраны, как видим, то есть углы торчат у нас. Это не страшно, сейчас будет подготовка дальнейшая. Берем шлифмашинку, самая крупная наждачка, которую найдете. Желательно с пылесосом. Можно использовать лазерный нивелир. Выставляем полосы на лазерные края блоков. Центральная часть блоков мы не трогаем. Берем, сошлифовываем переходы блока к блоку на толщину мозаики. То есть меряем от борта ванны на толщину мозаики. Снимаем материал. И лазерный нивелир нам поможет в принципе сделать это ровно. То есть видим луч и сошлифуем лишний материал, чтобы луч был у нас вертикальный. Видим, вся плоскость. По плоскости, по касательной идет луч и освещается практически вся. И таким образом формируем саму стенку. Занимает этот процесс недолго, 10-15 минут. Так как материал не очень такой твердый, крупная наждачка, он легко шлифуется. Поэтому с этим проблем нет. Уровнем контролируем вертикальность и ровность нашей шлифовки. Видим, центральная часть у нас остается нетронутая. Сошлифовав уже по контуру все крайние части каждого блока в аккуратный радиус, уже потом можно пройтись на толщину клея, чтобы если мало допустим, учли, вначале можно пройтись всю плоскость и выровнять. Вот такой результат у нас получается после шлифовки. Очень легко выгнать его сразу в уровень и сразу в плоскость. То есть формируем сразу из блоков поверхность, на которую будет облицовываться мозаикой. Чтобы не тратить время потом на штукатуривание каких-то малок, сразу делаем это ровненько. Это не сложно, так как бы материал мягкий. Видим, радиус ровненький, без каких-то выступов. все остается подготовить под облицовку. Перетянуть можно сеткой, в данном случае клеем либо гидроизоляцией перетянуть сам экран перед облицовкой. Грунтуем. И перетягиваем эластичным клеем экран. Заполняю все поры и какие-то малейшие допустим дефекты, которые были допущены при шлифовке. То есть на издир мы наносим клей и формируем красивый радиус. Видим, радиус получился ровный, с учетом бокового света никаких волн и перепадов нет. То есть все гладенько, но очень красиво. И облицовка будет в одно удовольствие. и заняло это полдня. Есть еще вариант более быстрый. Есть такие вот специальные пенопластовые экраны. Они нарезаны с задней стороны, нарезаны на полоски такие по 3 см. Есть такие зубья, которые упираются в экран. То есть мы загоняем его в нужную глубину, упирая в экран. и запениваем отверстие, составляем зазор между полом и экраном. Запениваем и потом обрезаем остатки ненужные. Получаем такую вот вещь. Обработана сетка гидроизоляции. Такой вариант тоже очень быстрый. В принципе, ремонтируется в течение 15 минут и никаких проблем. Единственное, что он пенопластовый и не такой прочный, как из блоков. Поэтому выбирайте вариант вам удобный. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки. До свидания.